10 часов утра. Остановка у станции Химки. На линию выходят сотрудники административно-пассажирской инспекции и эксперт отдела транспорта городской администрации. Задача проверить, как водители и пассажиры соблюдают масочный режим и нет ли в общественном транспорте большого скопления пассажиров. Вот такие информационные стикеры, напоминающие о необходимости ношения масок, должны быть в каждом общественном транспорте. В этом автобусе проблем нет. В 99,9 масках. Обычно залетные какие-то там, ну, люди неадекватные. Пьяные и вообще непонятно, что за контингент. А все остальные с масками. Люди нормально, уже привыкли, я считаю, что безопасность, прежде всего, для всех одинаковая. Видят состояние какое сейчас. Поэтому все, абсолютно все в масках. И все же ношение масок, видимо, одобряют не все. Например, у этого водителя, с его слов, стикеры оторвали в салоне автобуса после первого же рейса. Потому что на всех машинах именно начальник автоколонны, и мы его сам заклеивали. Это значит, вас оторвали, получается? Оторвали, получается. Скажите, пожалуйста, пускай еще вас приклеили. Все пассажиры в масках в салонах автобуса не тесно. За этим также следит главный эксперт отдела транспорта и связи администрации города Денис Гаврилов. В период режима ограничений количество автобусов сократили вдвое. С выходом на работу 18 мая сотрудников промышленных и строительных предприятий часть транспорта вернули на маршруты. На сегодняшний день автобусы работают по расписанию выходного дня. На маршрутах 70% техники. Сегодня проверка осуществляется с 10 утра. Более 12 человек в автобусах зафиксировано не было. То есть пассажиры имеют возможность соблюдать масочный режим. То есть пока хватает, да? Пока автобусов на линии хватает. В понедельник в 7 утра будет осуществлена следующая проверка. Откроются дополнительные предприятия, скорее всего, с 25 мая. В случае выявления невозможности соблюдения масочного режима со вторника количество автобусов также будет увеличено. Сами перевозчики заботятся не только об информировании людей. Каждого водителя снабжают масками на случай, если пассажир оказался без средств индивидуальной защиты. У нас в МОСТ-Трансавто создан необходимый запас масок. Все водители выезжают с определенным количеством масок. Водитель может продать пассажиру маску по цене стоимостью 29 рублей. Оплатить покупку можно любым бесконтактным способом. Карта и стрелка, гаджетом или банковской картой. Впрочем, по словам водителя третьего маршрута Ивана Киншина, спросом эти маски не пользуются. Маски лежат под рукой, чтобы удобно было взять, вытащить маску, достать валидаторы. Когда одну покупают, когда две. Всего за день, да? За день, да. Все заходят в маску. Кто не заходит без маски, я им предлагаю маску приобрести. Он либо покупает, либо свою достает. Не все пассажиры придерживаются масочного режима. Часть из них уверены, что это поможет им не заболеть. Другие же исключительно соблюдают распоряжение губернатора Московской области. Я считаю, что в первую очередь это нужно для здоровья. Во вторую очередь, она удобная вещь. Я лично чувствую себя комфортно. На сегодняшний день ношение масок в Подмосковье носит рекомендательный характер. Стоит отметить, что в Подмосковье с 12 мая за появление в общественных местах и в транспорте без масок штрафовать не будут. Нарушителям лишь делают замечания. Власти рассчитывают на сознательность жителей региона. Александр Сергеев, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.